Студентка четвертого курса Таисия Филиппова улыбается сквозь слезы. После новости о прекращении образовательной деятельности филиала в Коряжме, она приняла непростое решение продолжить обучение в головном вузе. Однако переезд в Архангельск для нее сейчас связан с большими сложностями. Родители даже сейчас не знают, как меня отправить, потому что только сегодня должна была прийти заработная плата у всех, и у мамы, и у папы, и у брата. У меня на счету 30 копеек. Стипендия пришла 6 тысяч, посмотрим. Может уеду, может проживу. Если общежитие будет плохое, она испугает, что оно плохое, придется снимать квартиру или комнату. В здании филиала картина ожидаемая и не самая приятная. Пустые образовательные аудитории и коридоры. Уже бывшие студенты заходят сюда, чтобы попрощаться. Преподавателям стало некого учить, но они находятся на рабочих местах. Пока из преподавателя никто не уволился. Но по всей видимости, процедура будет какая-то по сокращению или с уведомлением, или по соглашению сторон. Никого мы обижать не собираемся. То есть по их выбору они могут принять ту или иную модель сокращения. Сегодня в филиале работает специальная комиссия Рособорнадзора. В ее составе представитель головного вуза САФУ, помощник проректора по образовательной деятельности Николай Дундин. Он в очередной раз сделал акцент на том, что прекращение образовательной деятельности подразделения – это тенденция последнего времени, и она касается не только САФУ. Требования законодателя к соблюдению прав граждан к тем нормативным документам по введению образовательной деятельности ужесточаются. Некоторые здания и помещения, сооружения, материально-техническое оснащение, информационное обеспечение не всегда соответствуют духу времени и актуальности его использования. Руководство университета своей главной задачей сейчас ставит обеспечить как можно более безболезненный перевод студентов из филиала в головной вуз. По данным на утро 9 октября из 180 обучающихся 176 собирают документы для перевода. По заявлению предоставляется общежитие. Для обучающихся с детьми, опять же, по заявлению с предоставлением перечня необходимых документов предоставляется ясли садик. Несмотря на прекращение образовательной деятельности, директору Александру Быстрову сейчас предстоит решить еще многие административные и хозяйственные вопросы. Он не скрывает, за неполных два года на посту директора многое реализовать не успел. Я приношу свои слова прощения перед преподавательским составом и перед студентами за то, что я не смог сохранить филиал в том виде, которым мы хотели сохранить, времени для того, чтобы эти вопросы решить было недостаточно для меня. В городе обсуждают, что будет с двумя зданиями, учебным корпусом и общежитием. По словам Александра Быстрова, эти вопросы решаются на федеральном уровне, а в самом образовательном учреждении в ближайшее время будут обсуждать выводы комиссии Рособорнадзора. Редактор субтитров А.Семкин